что не хватает нашим объявлением что важно то есть раскрываем объявлением например что была возможность комментировать объявления на вашем сайте доски объявлений я хочу показать как включить комментарии от фейсбука то есть интегрировать сюда форму комментариев facebook также есть интеграция системы дисказ и компоненты для джума коммента то есть тут на выбор настройках джек класса fields я хочу показать фейсбук прокручиваем в самый низ находим комментарии и вот комментарии фейсбук дисказ dj comments это уже компонент для джума и компонент коммента я считаю что эти компоненты они могут нагружать сайт лучше использовать для комментарии какой-то сервис например facebook элементарному включить то есть выбираем фейсбук для этого вам нужно иметь аккаунт в фейсбуке я перехожу в свой facebook в адресную строку просто на своем профиле смотрите у вас будет свой а иди уникальный вот здесь вот видите у вас свой меня свой то есть после а иди знака равенства вот эти цифры я отсюда копирую возвращаясь в админку а иди проставляем ширина комментариев фейсбук можно этим управлять самой формочкой стоит 550 по умолчанию в принципе это нормально если что можете изменить и количество комментариев фейсбук на странице прежде чем появится там прокрутка да то есть чтобы показать больше оставлять тоже здесь нажимаю сохранить иду на сайт обновляю страницу и теперь абсолютно каждому каждой записи то есть каждый каждому объявлению будет вот добавляться вот такая формочка комментарии да ну просто протестим добавить вот у меня добавился привет форму добавили комментариев пришло время поговорить о ставках то есть как активировать ставки в объявлении дату то есть чтобы например вы что-то продаете уникальное и чтобы человек покупатель мог предложить больше например следующий покупатель может предложить еще больше и будет оставить определенная дата таймер например до окончания аукциона и вообще окончания публикации объявлений таким образом можно продать товар например чуть дороже как это включается возможно это пригодится кому-то глобальных настройках диджей класса fields вкладка глобальный прокручиваем ниже специальные настройки объявления вот здесь будет аукцион вы включаете в положение да дальше есть настройки аукцион отображение ставок сколько отображать ставок количество ставок отображаемых на страниц аукционом здесь на самом деле я не знаю сколько угодно можете поставить стоит 5 и нужен ли вам таймер обратный отсчет до окончания отображения таймер на странице объявлений которые выведет обратный отчет до закрытия аукциона по сути как я понял аукцион будет закрываться вот у меня объявление висит на 7 дней до через семь дней объявление снимается вот на эту дату по сути действует аукцион если нужен аукцион включайте его нужен ли таймер да нет ставьте нажимаем сохранить как включить аукцион уже существующих объявлений то есть после того как мы включили аукцион у нас добавились новые опции посмотрим как добавить а новое объявление с фронтальной части сайта используя аукцион и как использовать аукцион для уже существующих объявлений для этого вы конечно же заходите в объявлении заходите в любое ваше объявление если вы администратор через админку здесь уже будет у вас вот аукцион не буду здесь ничего рассказывать вы уже поймете как это сделать сейчас посмотрим более наглядно со страницы а фронтальной части здесь просто ведь аукцион включаем ставим ставки как бы все и акцион будет работать для этого объявления конечно нужно пройти в каждое объявление включить этот аукцион если аукцион вас работает на каждое ваше объявление сначала нужно конечно авторизоваться авторизуемся как тестовый пользователь я нажму вход и войду как тест как будто я вот просто пользователь я хочу добавить новое объявление я нажимаю добавить объявления все как обычно категорию беру сейчас абсолютно произвольную обязательно нужно указать цену например будет вот такая цена заполню только необходимые поля ну и давайте я закину какое-то изображение дальше обязательные поля местоположения я выбираю контакты просто напишу наобум и просто вам показу где появляется сейчас аукцион и у нас видите включить ли аукцион то есть человек может это не использовать если он хочет мы конечно сейчас тестируем поэтому включаем да как только мы нажимаем да у нас появляются дополнительные три поля резервная цена здесь конечно же есть подсказочки напротив каждого поля резервная цена я ставлю такой же как и цена товара минимальный шаг ставки да то есть сколько человек может предложить например 200 рублей за 200 рублей плюс 200 рублей в цене это минимальный шаг ставки ниже то есть не предлагать максимальный шаг ставки например я поставлю 400 рублей остальное все то же самое нажимаем сохранить да еще я забыл сказать когда вы настраиваете глобальных настройках ставки до уведомление еще важно имеет здесь место быть также на вкладке глобальные нужно прокрутить до настроек уведомлений и тут уже надо настроить ну точно чтобы приходили письма на почту как пользоваться так администратору уведомление об истечении срока в днях но это истечение объявлений понятное дело триггер отправки уведомлений здесь вот надо просто вам почитать посмотреть какие есть варианты то есть уведомление сайт администратор и крон то есть я поставил администратора уведомления новых объявлениях тут у меня нет стоит и email я прописал куда выдавлять меня как администратора то здесь по уведомлениям вам надо пройтись здесь тоже все включить и соответственно письма в каком виде они будут доходить сейчас чуть позже поговорим вот здесь у нас есть подсказочка нам пишут шаблоны писем можно изменить и пульда где это мы с вами тысячи не смотрели рассмотрим а вот объявление возвращаемся мы с вами у нас появилась я сейчас нахожусь как пользователь у меня будет справа ставок нет показывают блок максимальная ставка 400 минимальная 200 и естественно идет таймер вот аукцион заканчивается через 6 дней 23 часа 58 минут и секунд соответственно таймер может включить если вам не нравится я его оставил разместить ставку я сам себе не могу так как я являюсь владельцем этого объявления соответственно если мы зайдем в объявлении здесь такой подставляется молоточек говорящий о том рядом с ценой до что у нас имеется ставку данного объявления и давайте я сейчас а раз логинуюсь и зайду как другой пользователь в данном случае я зайду как администратор сие творение сайта чтобы посмотреть как это работает перехожу в объявлении перехожу в данное объявление хочу сделать ставку до нажимаю разместить ставку и сразу предложение опубликовано его 10 показано предложение кто супер юзер это я до дата когда я предложил ставку и я хочу купить за 10 тысяч 200 рублей соответственно еще может человек какой-то другой сделать ставку да и я уже в выберу по идее человек должен купить объявление тот который поставил максимальную ставку соответственно мне как администратору привязанным имейлу приходит вот уведомление от моего сайта на английском языке заголовок в это видите если мы посмотрим внутрь здесь нам говорит о том что вот это объявление на 10 тысяч 200 я только что сделал ставку то есть эта ссылка у нас является если я перейду я попадаю прямо на это объявление соответственно наверно письмо бы получил сам пользователь тест который организовал на своем объявлении ставку вы помните я регистрировался тест но я к сожалению тогда выбрал вымышленный email пользователя а соответственно на это мл и улетела по идее уведомление сайта на несуществующий email хотя он может и существующий кем-то но это не мой то есть это протестировать мы не можем но раз мне пришло как администратору что я сделал ставку скорее всего и пользователю который разместил эту ставку то есть возможность в объявлении делать ставки ему скорее все тоже письмо улетела соответственно вы можете управлять ставками удаляя их они вот здесь вас будут показаны а вот видите я сейчас зашел авторизовался именно как пользователи именно данного владелец этого объявления соответственно другие люди не могут их удалять и вот этот крестик я могу кликнуть по нему удалив например эту ставку ну по каким-то причинам надо удалить ее соответственно то же самое и в админке если мы зайдем диджей объявления зайдем в объявление зайду в это объявление аукционы здесь вот вы видите здесь будут тоже видны ставки крестик я могу удалить как администратор эту ставку то есть несмотря на то что объявление даже не мое и ставка не моя то есть это делал пользователь я как администратор могу у меня есть полные права на сайт да я могу делать все что хочу могу удалить эту ставку отсюда теперь как хочется сказать несколько слов о внешнем виде отображения например мне никак не нравится сайт бар что в сайт баре вот здесь вот как-то скомкано это выглядит а выводится вот этот модуль блок именно ставок как можно поменять расположение очень легко также в админке мы с вами переходим панель управления переходим настройки вид вкладка прокручиваем до блока страница объявления и вот здесь вот есть позиция аукциона по умолчанию сверху здесь идеально будет либо по центру либо снизу есть еще два варианта как вы это видите я ставлю по центру нажимаю сохранить и будет на самом деле все очень красиво обновляемся отсюда он перемещается прямо под объявление такая вот ставка и здесь будет лучше во первых видно и дату и поставил ставку какая ставка до разместить ставку и таймер текает и абсолютно также будет выглядеть блок если мы с вами его разместим где-то внизу теперь что касается писем вообще любых писем мы с вами точно не затрагивали здесь есть достаточное количество писем которые отправляются автоматически при различных условиях сайта будь то это новое объявление добавлено да будь то у вас осталось там три дня до окончания объявления там примите мере меры продлить объявление мы с вами эти письма еще не настраивали да вы только что видели мы проверяли одно письмо мне пришло она все на английском языке здесь это нужно все исправлять ну просто перевести все письма у вас это находится вот если в диджей классы филс мы находимся шаблоны писем вы сюда переходите и здесь нужно посидеть конечно туда же вот здесь 2 страница видите сколько много писем нужно по идее переименовать здесь заголовки на русском языке вы сразу можете видеть какие письма вам сейчас срочно нужно будет а вот например аукционы да здесь есть у нас аукцион окончания аукцион окончания письма уведомления автора уведомлением продавца и так далее вам просто нужно зайти в каждое письмо заголовок просто можете через переводчик перевести и вот оно тело письма что нужно перевести ниже вы можете видеть доступные теги которым можете использовать в письме идут теги вот они такого вида в квадратных скобках двойных их переводить не нужно вы можете их просто отсюда копировать и размещать прямо в письме и вот здесь сбоку будет показано что будет вам доходить то есть вы вот сюда вот в редактор вставляете например вот этот тег но в самом письме на почту например если вы вот это так вставили айди вам будет приходить айди объявления вот поймите этот момент то есть это переменные их ни в коем случае переводить нельзя не нужно их просто нужно разместить то есть вам нужно разместить именно те которые вам самим нужно что в письме отображались можете отсюда ничего не брать это просто подсказка вот здесь вот вам нужно соответственно переводить какие строки например вот message from да а вот это в квадратных сколько как я только что сказал переменным мы ее не трогаем соответственно здесь вот тоже вот это переводе слова и вот это вы здесь переводите на русский язык и нажимаете сохранить и также конечно если отсюда из уже так сказать дефолтного письма можно тоже удалить ну например вот это вам не нужно да полностью удаляете это в письме не будет или же добавляйте еще плюс что-то отсюда что вам нужно чтобы было в письме и вам нужно пройти в каждое письмо потому что каждое письмо абсолютно отвечает за разные какие-то действия нужно все зайти и переводить на русский язык всевозможные эти вот названия вот смотрите например заголовок я переименую на русский и например переименую слово hello привет зачем я сейчас это сделал чтобы вам показать что мы можем прямо наглядно проверить как письмо будет выглядеть в реале на почте нужно нажать на кнопку сохранить и отправить письмо администратору я нажимаю на эту кнопку для сохранения письма произошло и отправка письма тоже произошло если я перейду в почтовый аккаунт я вижу видите у меня заголовок уже реклама издания то есть уже на русском если зайду привет видите то что я только что перевел вы видите уже на русском языке соответственно на странице мой аккаунт здесь также объявление помечается весь таким маленьким молоточком там где имеется аукцион то есть это здесь тоже отображается